Сегодня этого малыша выписывают из больницы. Диме Феодосееву скоро исполнится год, но он уже перенес одну из сложнейших операций в мире. У мальчика редкое заболевание – синдром удлиненного интервала QT. Дима почти каждый день терял сознание. Его сердце не в полной мере заставляло циркулировать кровь. На фоне этого синдрома у ребенка может развиться аритмия, или другими словами – нарушение сердцебиения, что в свою очередь приведет к летальному исходу. Родители до последнего не верили, что болезнь можно остановить, но в середине марта Диме предложили сделать операцию. Мы сидели вообще возле операционной с мужем. Естественно, там ни о чем думать не было. У меня были не очень хорошие мысли, конечно, что может операция пройти не очень удачно. Ну, все, слава богу, нормально. Операция, которую сделали Диме, уникальна. В мире подобные проводили лишь 10 раз. Врачи отмечают, это был большой риск, ведь подобные методы лечения применяли только у взрослых людей. Дима – первый годовалый ребенок, кому иркутские хирурги провели подобное оперативное вмешательство. Он попал к нам, мы поставили диагноз, провели консультацию, обсудили его совместно с аритмологами. Поняли, что единственный способ помочь ребенку – это поставить кардиовектор. В течение полутора часов врачи имплантировали в организм ребенка специальное устройство – кардиовертор-дефибриллятор. Этот прибор, говорят хирурги, настоящая лаборатория внутри человека. Теперь в случае приступа аритмии этот аппарат заставит сердце ребенка биться в норме. Тем самым спасет ему жизнь. Теперь ребенок будет находиться под нашим постоянным контролем. То есть первый раз он нам покажется через два месяца. В последующем будем его наблюдать ежеквартально, затем два раза в год. При каждом тестировании происходит телеметрия аппарата. Мы с прибора считываем все данные за наблюдаемый период и делаем соответствующие выводы. Однако такие аппараты не вечны. Как минимум через 10 лет Диму вновь прооперируют. Стоимость одного устройства – 700 тысяч рублей. Строить такой имплантант не по карману многим. Поэтому Министерство здравоохранения выделяет квоты на операции. Только в прошлом году медики провели 500 подобных оперативных вмешательств. Врачи детского отделения кардиохирургии отмечают, теперь существует возможность спасти жизнь маленьким детям с похожим диагнозом. Ведь сейчас есть опыт проведения аналогичных операций. Анастасия Емельянова, Александр Пахомов. Новости сейчас.